Новости столицы в эфире. С вами Карим Даниев. Ассалам алейкум. Все заметные события махачкалинской недели смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И в начале короткий анонс. Крепости духа и помощи Всевышнего. Первые лица города проводили мобилизованных махачкалинцев и дали слова на путь сверху. На радость жителям. В Махачкале по улице Учительская появился новый двор. Движение без заторов. Мэр Махачкалы Салман Дадайф решил проблему с пробками на мосту. Каким образом смотрите через минуту. Мусорят. Все платят немногие. В Махачкале возникли проблемы с вывозом коммунальных отходов. В Махачкале продолжаются мероприятия по частичной мобилизации. Первые лица города присутствуют на каждой торжественной церемонии. Накануне градоначальник Салман Дадайф прибыл в столичный военкомат, где встретился с родными, близкими и друзьями резервистов. Поднять боевой дух солдат прибыли и юные артисты. Провожая мужчин, Салман Дадайф подчеркнул, что военнослужащие сделали благородный выбор, встав на защиту Родины. задачи, может быть, мы, к сожалению, еще до конца не осознаем. С учетом тех событий, которые сегодня происходят и меняется тактика ведения этой операции после смены руководителя операции, ситуация там коренным образом меняется. И мы надеемся, что к концу года вы уже будете вместе со своими семьями. Но пока надо дать возможность отдохнуть тем ребятам, которые там с февраля находятся. И на ваших плечах, как и всегда, на плечах молодых мужчин всегда выносились все тяготы и невзгоды войны и обороны государства. После церемонии солдаты отправились к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров вооруженных сил Российской Федерации. На неделе первый заместитель главы Махачкалы Мавлидин Маликов от имени мэра вручил им комплекты со спальными мешками, ковриками, берцами и предметами личной гигиены. Перед отправкой в республиканский сборный пункт Маликов обратился к резервистам с напутственными словами. Крепость дух нам не унимать. Это у нас заложено в генах, предками заложено. Поэтому мы всегда с честью и достоинством выполняли долг. И сегодня вам тоже предстоит продолжить. Я хочу вам пожелать, чтобы вы присоединили к нашим частям, нашим братьям, друзьям, чтобы вот так же уверенно продолжали отстаивать наши интересы. Добрый путь. И чтобы, выполнив задачу, вот так же нам суждено было встретиться, и мы так же встретим вас победителями. Заместитель мэра Махачкалы Алибулат Магомедов, принимая участие в проводах солдат, не только пожелал смелости и крепости духа, но и напомнил, что под руководством Салмана Дадаева функционирует координационный штаб поддержки семей мобилизованных махачкалинцев. Сегодня Родина нуждается в вас. Уверен, что вы выполните достойно все поставленные задачи перед вами. Вы выполните воинский долг, проявите стойкость, отвагу, сплоченность для выполнения задач, которые перед сегодня стоят страной. Я желаю вам удачи в этом зернистом, нелегком пути. И желаю скорейшего возвращения на Родину домой. За неделю существования штаба поддержки семей мобилизованных помочь удалось двум десяткам махачкалинцев. Мэр города Салман Дадаев лично ознакомился со всеми поступившими просьбами. Совместно с заместителем Эмилией Раджабовой, а также специалистами Минтруда и Минздрава Республики разрабатываются алгоритмы решения проблем для каждого конкретного случая. У ребенка такой алгоритм, то есть мы получаем обращения, как правило, они сейчас каждым днем увеличиваются, то есть они поступают и на телефон горячей линии, и что очень удобно, люди благодарят о том, что вы своим поручением образовали штаб именно на центральной площади города. То есть у ученых все очень удобно добираться, не приходится долго ориентироваться, искать локацию, пришли здесь беспрепятственные. Супруг одной из заявительниц Альбины Ибрагимовой принимает участие в СВО. Семья проживает в микрорайоне редукторной, а ребенка приходилось ежедневно отвозить в детский сад на другой конец города. Проблема Ибрагимовой была решена незамедлительно. Ребенок переведен в детский сад в шаговой доступности от места проживания. Не было проблем с редуктором, а дети ходят, младший ребенок, в садик 45-й на сепараторном, на Огарево. А, Огарево, да. Да, и с редуктором мы каждый день ездим в сад и вечером обратно домой. Да, и я звонила в управление образования, думала как-то перевести. Вот, гуляем здесь, думаю, какое-то мероприятие готовится, посмотрю новости в Телеграме, смотрю этот штаб для поддержки для мобилизованных военнослужащих. И думаю, давай напишу, попробую. Так благодарна, на мой запрос так быстро пришел ответ, я смогла обратиться, мне помогли. Новый двор спустя десятки лет ожидания. Мэр Махачкалы Салман Дадаев открыл дворовую территорию после капитального ремонта по улице Учительская, 13. Для жителей микрорайона это настоящий праздник. Они неоднократно обращались к городоначальнику с просьбой привести в порядок заброшенную территорию. Теперь во дворе предусмотрены места отдыха и игровые площадки. Здесь также появились беседка, скамейки, новое освещение и урны. Я гуляю часто с внуками здесь. Сразу здесь ходить, выходить невозможно было. Двор был в ужасном состоянии. Сейчас я выхожу, сажусь, хожу с внуками. Очень приятно даже ходить. Очень все красиво. Какие ассоциации у вас сейчас? Дети довольны? Очень довольны. Они сразу после школы сюда бегут. Очень даже хорошо. Я хочу сказать, кто этот двор сделал. Переходя к торжественной части, мэр Махачкалы подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию, продолжается ремонт ветхих и ведется строительство новых социальных объектов инфраструктуры. На самом деле я поздравляю этот двор. Долго вы к этому шли. И очень правильно шли. Собирали подписи, готовили обращения. Неоднократно обращались на мое имя, на имя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. С просьбой отремонтировать дом. Потому что наш двор особенно нуждается в этом благоустройстве. Было в одном из обращений сказано. На самом деле я сейчас смотрю, огромное количество детей, которые радуются этому благоустройству. И ради них это стоило делать, потому что именно ради них мы живем. Сегодня и здесь мы будем ремонтировать дворы. Мы будем ремонтировать школы. Строить детские сады, которые в большом количестве в этом году в Махачкале сдается. Пять детских садов мы сдали. В этом году у нас закладывается строительство восьми школ. И еще в стадии подготовки проектной документации еще четырех школ. То есть Махачкала будет развиваться. Махачкала будет готовить будущее для наших детей. Мэр Махачкалы Салман Дадаев решил проблему с пробками на мосту. Временная разметка обеспечит свободное передвижение автомобилей. Такое решение было принято в ходе постоянного диалога в телеграм-канале градоначальника с махачкалинцами. С этого дня временная разметка позволит организовать движение транспорта по четырем полосам и избежать заторов при переезде через мост. Замену дорожного покрытия на путепроводе, соединяющем проспекты Петропирова и Расула Гамзатова, откладывать по словам городских служб не было возможности. Возникшие пробки и заторы приносили массу неудобств автовладельцам. По мере выполнения работ будут переноситься временная разметка и дорожные знаки. На данном участке путепровода был большой излом, который образовался в результате того, что деформационный шов пришел в негодность. На нами были проведены исследования, получено заключение экспертов по необходимым видам работ для устранения данной проблемы и усиления данного участка. Частями будет меняться деформационный шов для того, чтобы как можно меньше создавать проблем для передвижения гаража. Данная разметка позволяет увеличить пропускную способность со стороны Петра Первого в сторону Расула Гамзата, так как в первые дни во время проведения работ в часы пик утреннее время были большие пробки. По поручению Салмана Кадьяевича специалистам МБУ Махачкала-1 нанесена дорожная разметка, временная дорожная разметка. И крайняя левая полоса, получается, со стороны Расула Гамзата, движение в сторону Петра Первого, который идет, организовано в обратную сторону. После завершения первых этапов работы, когда будет проводиться второй этап работы, движение будет организовано по крайней правой полосе со стороны Петра Первого в сторону Расула Гамзата. Работа будет проводиться с левой стороны, ближе к центру. Реконструкция моста в полном объеме будет завершена к концу октября. Директор МБУ Махачкала-1 обратился к горожанам просьбой своевременно оплачивать вывоз твердых коммунальных отходов. По словам Шехрагима Рагимова, в городе официально зарегистрировано 110 мест накопления ТКО и десятки несанкционированных свалок. Спецтехники не хватает. Для чистоты города требуется закупить новое оборудование и оплачивать труд работников данной сферы. Из-за огромных долгов махачкалинцев сделать это пока не представляется возможным. Обращаюсь я по поводу того, чтобы в городе у нас было чисто, интересно и нашим детям и нам тоже. Данное условие, значит, чистоты зависит от нас, от руководителей администрации города, зависит и от вас также аналогично. Делается в городе достаточно большой объем работы благодаря руководству тоже, но тем не менее, каждый из вас имеет возможность видеть эту чистоту, когда вы сами доносите за контейнеры тот мусор, который у вас образуется. Сегодня сотни людей, работающих в этой сфере, нуждаются и оплате за оказанные услуги. Городу необходимо большое количество техники, которая вывозит более тысячи тонн мусора ежедневно. Для того, чтобы содержать такую технику, содержать такое количество людей, нам необходимо, чтобы каждый из вас соблюдал платежную дисциплину. Платежная дисциплина очень важна тем, что пополнение шота, средства, которые идут на этот шот, они также возвращаются той чистотой, которая находится в городе. Сегодня не только будет благодарны гости Махачкалы, и вам будет достаточно интересно в городе чистом, в котором вы находитесь. Уважаемые махачканицы, прошу вас обратить особое внимание на то, что за оказываемые услуги надо своевременно вносить плату. Многие заключили договора, не оплачивают. Есть много таких иных проблем, которые некоторые не знают законы. Участие ваше в поддержании чистоты в городе, это будет лучшим проявлением уважения гостям к себе и к городу. А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы чистота города радовала вас. В столице стартовали рабочие мастерские по преобразованию Махачкалы. Более 20 архитекторов, городских планировщиков и урбанистов со всей России до середины октября будут исследовать и проектировать исторический центр города. Заявлены четыре территории. Городской пляж, улицы при вокзальной площади и площади Коминтерна, а также три исторических здания в центре столицы. Финалом воркшопа станет презентация четырех концепций. Отметим, что мероприятие инициировано мэром Махачкалы Салманом Дадаевым к 165-летию Махачкалы. Данное мероприятие у нас всероссийское. Со всей России у нас приехали 10 архитекторов, молодые ребята. Всего у нас участвовали 25 человек. Всего у нас было принято 160 заявок. Из них было отобрано 25 лучших архитекторов для разработки дальнейшей концепции по поустройству исторического центра. Команда будет разрабатывать концепции по благоустройству улиц Буйнастова и Пятикопеева, Бугинаш. Кругая часть команды будет разрабатывать предложения по архитектам, которые имеют историческую ценность, наполнять их функцией для того, чтобы решить, как их дальше использовать. И третья команда, она более масштабная, будет заниматься концепцией привозной площади, как мы могли бы преобразить вокзал в наших городах. Взрастить востребованных специалистов. Махачкалинские школьники начнут тесно взаимодействовать с молодыми бизнесменами страны. Мэрия города внедряет пилотный образовательный проект совместно с командой молодых предпринимателей, авторов игры кейса «Город средпринимательских идей». По словам заместителя мэра Эмилии Раджабовой, проект станет регулярным и многоуровневым, с постоянной поддержкой наставниками школьников. Успешные профессионалы бизнеса помогут юным умам даже запустить собственный стартап. Идея проекта, как пояснили в мэрии, приурочена к году педагога и наставника. Следующий год объявлен президентом нашей страны годом педагога и наставника. Мы решили запустить пилотный образовательный проект совместно с командой молодых предпринимателей. Этот проект поможет показать максимальному количеству людей реальную значимость института наставничества в жизни школьников. Это профориентация в лучшем виде растить людей, которые становятся востребованными специалистами и лидерами, успешными предпринимателями. Мы приехали к вам в этот раз с предпринимательской игрой проекта, с коллегами. Мы в городе Санкт-Петербурге разработали ее этим летом. Целью стало развитие молодежного предпринимательства в городе и республике. Я уверена, что мы еще вернемся и поработаем. И мне кажется, что подтверждение этому уже первые результаты и обратная связь от самих ребят. Всегда важно слышать обратную связь от тех, с кем ты это делаешь. И мы безумно вдохновлены, восхищены тем, какие у вас здесь живут люди. Потому что, честно сказать, хоть и мы все еще молоды, но мы повидали за последние годы очень-очень многое. И вашими детьми, вашими ребятами очень восхитились. Махачкалинскими детьми, махачкалинскими школьниками. Мы очень вдохновлены и восхищены. И мне кажется, у нас это произошло очень обоюдно. Они тоже нам принесли самую положительную обратную связь в этот раз. За два дня мы побоевали в двух гимназиях, это 38-я гимназия, сегодня были в 13-й. Увидели уже порядка 40 проектов, идей для стартапов. И я скажу вам так, одна-вторая из этих уже абсолютно завтра может начать свою работу и принести первую прибыль. В махачкалинских школах стартовал фестиваль педагогического мастерства «Портпетровские уроки». Участниками фестиваля стали абсолютные победители и лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года России разных лет». В рамках мероприятия проходят мастер-классы для учителей, студентов педагогических колледжей и вузов республики, а также для учащихся психопедагогических классов города. В завершении фестиваля состоится круглый стол, педагогический совет с мэром города. Это все, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших выходных и до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова